Контакт-центр Во время его визита стало понятно, что мне нужен не только режим работы, но и многое другое. И в первую очередь сам принцип обработки и обмена информацией между гражданами, контакт-центром и медучреждениями. Потому что на данный момент он напоминает советскую бюрократию с перекладыванием бумаг. Идет действие. Дает разъяснение. Нет, нет, нет. Сейчас она сдает. Дальше. Куда эта информация сейчас? У нее в голове остается или куда? Как она регистрируется? Она записывается. Она что прохождение? Если это обращение по льготному лекарственному обеспечению, то мы записываем его в отдельный журнал и отправляем на склад Ульяновской информации. Вот это вот все равно. Если это в режиме диалога, то есть просто получить консультацию, в справке, наличие лекарства в аптеке, то в режиме диалога мы даем его. Это точно не пойдет. Давайте мне переводить все в цифровое. Отставание контакт-центра в технологиях представители МИАЦ объяснили тем, что такой алгоритм действий прописан в регламенте их работы, составленном все в том же 2012 году. Для того, чтобы контакт-центр стал действительно современным, в нем нужно поменять программное обеспечение, которое должно привести работу центра в режим онлайн. И глава региона высказался только за такие изменения. Были у губернатора претензии по поводу информации о работе контакт-центра, доносимой до простых жителей. На данный момент у МИАЦ по факту нет ни своего сайта, ни отдельного человека, отвечающего за работу со СМИ. Вся довольно скудная информация о работе МИАЦ размещена на сайте областного Минздрава, да и та устаревшая. И это в то время, когда свои сайты есть даже у отдельных поликлиник. Все предложенные изменения будут направлены на то, чтобы сделать доступность медицины для граждан максимально качественной. А следующий год вообще будет полностью посвящен этой теме. Следующий год должен быть объявлен здравоохранение годом качеством. Качество нас сегодня только качество губит. У нас не финансы губят. У нас их, слава богу, более чем достаточно. У нас не обеспеченность койками губит. У нас не обеспеченность врачами или медсестрами губит. Там как много положительных, так и есть небольшие проблемы. У нас губит качество. Невнимательное, в том числе, означение. Пока же, пусть используют старевшую схему, в контакт-центре все равно готовы вас выслушать. Для этого нужно позвонить по телефону 8 800 273 07. Звоните в любую минуту. Игорь Улитин, Юрий Конихин. Новости дня. Улианская правда.